Всем привет! Меня зовут Элейника, я бренд-шеф компании GoodView. И, как известно, я очень люблю полезные и вкусные оригинальные завтраки. Поэтому сегодня мой фокус внимания пал именно на овсяную кашу. Но это будет не простая овсяная каша, а шоколадная с эспрессо-кремом и жареными бананами. Но прежде чем приступить к приготовлению овсянки, мы с вами сделаем эспрессо-крем. Уверена, что вы не знаете, что это такое. Нам для этого понадобится кокосовое молоко, порцию эспрессо. Но благо я живу рядом с хорошей кофейней, поэтому, если у вас есть такая возможность, не пренебрегите, не берите растворимый кофе, а возьмите настоящий эспрессо. Ванильный экстракт, сироп топинамбура, финики, предварительно замоченные в кипятке, для того, чтобы проще было их перебивать в блендере. Какао, немного молока и, в принципе, мы можем начинать. Финики, после того, как они у нас настоялись, сливаем лишнюю воду. И нам необходимо 270 мл молока. Почему такая точность? Очень важна здесь консистенция, и кокос не должен оттенять и перетягивать на себя внимание. Мы должны чувствовать эспрессо. Поэтому молоко нам нужно ровно для того, чтобы консистенцию это было удобно взбивать. 270. Ванильный экстракт, буквально 2 мл. И все, отправляем это вместе с эспрессо в блендер взбиваться. Здесь 4 порции эспрессо. Крем готов. Теперь приступаем к самому главному. Готовим овсянку. Я для приготовления овсяных хлопьев не использую просто молоко. Мы сначала закипятим от 1 к 1 200 мл молока, 200 мл воды. Смешаем, подогреем. И только после этого введем овсяные хлопья. Смешиваем в пропорциях 1 к 1 воду 200 мл и 200 мл молока. Не солим и не подслащиваем. Потому что сироп топинамбура мы добавим в конце. Вместе с бананом и какао. Ставим на плиту и доводим до кипения. После этого будем насыпать туда овсяные хлопья. Поскольку это хлопья быстрого приготовления, времени потребуется минимум. Как только мы увидим, что овсянка набухла, мы добавим туда банан и какао. И дадим настояться. Все, остальное дело за малым, украсить. Сюда же добавим какао и немного сиропа топинамбура. Мы не будем сластить нашу кашу. Она у нас будет сладкая за счет натурального подсластителя в виде топинамбура. И мы добавим сюда нарезанный банан. Тем временем, пока томится наша овсянка, именно томится, потому что температура ниже средней, мы поглядываем на нее, подготовим бананы. Нам понадобится половина банана для того, чтобы добавить в саму овсянку. И еще один банан мы добавим, мы подрумяним его на сковороде. И будем им декорировать нашу овсянку. А ту часть банана, которая идет в саму овсянку, мы мелко-мелко нарезаем. И отправляем к овсянке. Буквально минуты-две он должен вместе с ней позатомиться. Наша овсянка томится. Мы тем временем подрумяним банан. Жареный банан это очень вкусно. Попробуйте один раз, вы поймете, что никакие другие топинги для ваших десертов вам и не понадобятся. Он идеально подходит и к длинам, и к сырникам. Им можно декорировать кашу. Особенно сейчас, где мы, когда нет большого разнообразия ягод. На довольно сильном огне мы слайсами нарезаем банан. И отправляем его на сковороду. Выбираем самую глубокую тарелку, потому что от этого невозможно будет оторваться. Я рекомендую выложить овсянку. Поливаем эспрессо соусом. Жареными бананами украшаем. Они так красиво карамелизовались. И орех пекан, который даст этой нежной текстуре хрусткость, которая нам необходима. Можно его покрошить, можно его выложить целиком. Красота! Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова